И всем привет, ребят! С Мистер Байк еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас вышло обновление с изменениями в балансе вооружений. Сегодня у нас поменялся молот. Очень многим стало интересно, насколько хорошо себя показывает штурмовая кассета после этого обновления. Ну и я рад, конечно же, все это дело записать, продемонстрировать и рассмотреть. Здесь, это замечательное устройство. Нахожусь я даже на своем мульте. Здесь даже у меня еще больше всяких таких интересных устройств есть. Есть и охотничий дуплет, но сегодня не об этом. Сегодня мы будем тестировать штурмовую кассету с Викингом и с Гиперионом. Не буду здесь ничего выдумывать, не буду брать какие-то бустеры, либо еще что-либо на дополнительный урон. Возьму просто дефолт и посмотрим уже, как будет штурмовая кассета себя проявлять. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте кистотиму лично, так и так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, но и заплатите форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами отправляемся в быстрый бой. Нам лучше всего подходит какая-нибудь маленькая, либо средняя карта, чтобы я мог играть уже от средней дистанции и наваливать очень большое количество урона. Но если меня закинет сейчас на какую-нибудь большую карту, посмотрим, может быть перепикнем. Ну либо же сыграем, если там хотя бы она не открытая. Да, то есть если открытая карта, то понятное дело, нет никакого смысла на штурмовой кассете играть. Если закрытая карта, то еще можно. Так, ну бойня, если честно, я бы не сказал, что она супер закрытая, но как будто попробовать можно. Да, у нас еще остается 9 минут до конца боя, поэтому будем пробовать, будем смотреть. С молотом у нас ускорилась, я так понимаю, перезарядка. Да, на штурмовой кассете стало еще быстрее у нас перезаряжаться пушка. Ну и за счет более быстрой перезарядки вы, соответственно, сможете наносить большее количество урончика. Поэтому будем стараться как раз таки все это дело и накидывать. Опачки, статус эффекта рельсы новый. Только что я заметил, залетел. Так, ну а мы пробуем накидывать урончик. Два килла уже быстрых есть, противник стоит у нас в средней зонке. Особо не открывается под нас, не хочет выпушивать. По урону выглядит все неплохо, по перезарядке выглядит все вообще великолепно, если честно. Да, пока что то, что я заметил, меня, если честно, радует. Это прям хороший буст штурмовой кассеты. Да, и с такой штурмовой кассетой уже максимально приятно можно отыгрывать. Посмотрим, что еще будет под овердрайвом Викинга. Может быть под овердрайвом Викинга там вообще ультрапулемет будет накидывать урон очень и очень быстро. Но вот единственное, только вы должны понимать, что я играю на бойне. Да, бойне все-таки это не маленькая карта. Поэтому здесь в моменте может быть чуточку результат похуже, чем на какой-нибудь маленькой закрытой карте. Да, но это так. Чисто к слову. Так, расстояние у нас по молоту тоже, я бы не сказал, что супер плохое. Даже с больше средней дистанции есть возможность накидочки урона. И если будет залетать крит, то можно в принципе наносить очень неплохие цифры. Так, противничек здесь в средней зомке меня разбирает. Может быть стоит поменять резист. Я там смотрю три магнума. От магнума я рез взял, да. Три магнума. Вижу пару тесел. Вижу шафта, но шафт как будто бы меня особо сильно не контрит. Вот, а вот резик от теслочки как раз таки взять можно было бы. По безрезу вообще супер сильно накидывает урончик. По безрезу прям супер приятно. Так, и громы, да, я так понимаю, еще есть в большом количестве у оппонента. Увести флаг я думаю, что мы здесь особо сильно не сможем. Но вот на подпушинге под накидочку урона поиграть мы точно можем. И поиграть мы можем прям на хорошую накидку дополнительного урона. Шафт с лечением. Меня здесь еще выхиливает, саппортит, держит. Пытаемся тогда от этого тоже отыгрывать. Пробуем тут немножечко жить. Под эту накидочку. Блин, урончик хороший. Даже со средней дистанции, ребяточки, залетают очень неплохо. Так, возьмем резист тогда от грома от Теслы. Гром Тесла возьмем. От грома резист и от Теслочки. Чтобы у меня было еще больше возможностей по выживанию. И, быть может, мы еще зацепимся сейчас как-то под увозик. У меня есть уже овердрайв. 11 к 5 счет. При том, что я запихался в катку, где было 8 минут до конца. Вы тоже не забывайте этот моментик. Так, ну и теперь агрессивно запушим сейчас через правую зону на широкой. Будем брать. У хантеров оверка есть. Да. Он вожмется. Все ясно. Понятно. Не удивлен я от слова совсем. И еще один хантер сжимает овердрайв. Ничего себе. Они решили все оверки на меня потратить. Чтобы я даже не смог здесь раздаться. Так. У нас шафт с лечением, да? Шафт с лечением и с минером. Как будто если бы он мне страховочку бы дал бы. Вкусненькую. Могло бы сейчас что-нибудь получиться бы интересное. Если бы он бы чисто под страховочек а сыграл бы какого-то. Но он стоит. Ага. Чел свои овердрайвы взмет. Боже мой. Вы серьезно? Вы серьезно? Чел просто вжимает свои оверки, чтобы меня законтрить? Настолько сильная штурмовая кассета, что он решил в меня просто оу-дики жать? Бам. Не знаю как-то, чтобы этот чел запушил. Не знаю, чтобы он на агрессию сыграл. Он бы сыграл бы со мной на агрессию. Может быть что-нибудь интересное бы здесь у нас получилось. Так. Ладно. Я вжимаюсь. Не буду я уже тут как долго сейвить эту оверку. Бам. Ну, стреляет как из пулемета. Стреляет как из пулемета штурмовая кассета. Офигеть. Офигеть. Скорость-то снаряда какая теперь жесткая. Какая жесткая, быстрая перезарядочка там между выстрелами на овердрайве Викинга. Это уже что-то жестенькое. Это уже какой-то совсем другой уровень, я все честно. Вот это уже другой интересик штурмовой кассетке. Она-то и до этого обновления была неплохая. А вот с таким-то обновлением молот начинает смотреться прям супер жестко. Прям супер интересненько. Это меня радует. Это меня очень сильно радует. Так, прокатываем здесь чисто по респам. Моя накидочка урона очень большая. Противник просто стоит АФК. Грубо говоря, у себя на респе. Поэтому все, что я могу делать, это просто проверять силу своего молота и в средней зонке накидывать как можно больше дамага по противнику. В принципе, что у нас и получается здесь делать. Хантеры только эти овердайвы прожимают один за другим. Немножечко противно. Так, ну есть у нас шрафты под хил. Есть возможность сейчас вот этого еще подреспить. Это чел играет с защитником. Да, и даже по защитнику неплохие цифры урона залетают. Так, у вас пик здесь выпрыгивает. Отлично, его забираем. Добавляем здесь урончик. Добавляем здесь урончик. Бау, перезарядка очень быстрая. Такой перезарядкой прям максимально комфортно и приятно играть. Как будто можно даже пробовать хопера с... С... Даже с кризисом. Даже с нерфанутым кризисом. Но с гиперионом прям жить можно очень долго. Малин, сори. Не специально. Подблочил тиммейту. Сосулендрочку. Так. Три минутки до конца. Пока просто великолепно. По накидочке. Но, видите, я не могу здесь запушить супер жестко. Не могу подвоз сыграть. За счет того, что противник здесь довольно жестко, пассивно стоит на своих респах. Но так по урону выглядит очень хорошо. По урончику выглядит прям супер. 23 килла за 6 минут. За 6 минут на бой не 23 килла, ребяточки. За фулл бой. Как будто бы эта штурмовая кассета может давать по 50 киллов. Просто по 50. А если у вас бы еще на Викинг здесь был бы драйвер, который увеличивает скорость набора овердрайва, то там вообще можно какие-то космические цифры наносить по ощущениям. Так, овердрайв у меня появляется. Леколка есть. Но мы, короче, играем вот так. Вжимаемся. Бам-бам-бам-бам. Блин, не выжил я. Если бы я еще бы выжил, то там вообще можно было бы раскрутить сейчас этот молот очень сильно. 25 киллов. 25 киллов за 6,5 минут. Но я считаю, что это очень круто. Это прям очень сильно. Очень достойный результат. За полбоя набирать 25 киллов, чисто 50-ку за бой. Это прям очень и очень сильный показатель с точки зрения даже игры на большой карте. То есть на средней, на маленькой карте у вас, очевидно, результат будет еще лучше, еще жестче. Вы сможете показывать. Играем под стенку. Играем закрыто. Пытаемся накидывать. Пытаемся жить. Пытаемся не открываться особо под оппонентов. И пытаемся наносить урончик. Даже вот от этой средней дистанции урон начинает залетать. 50 секунд до конца. Есть попытка под увоз сыграть. Но нет. Хантер сжимает в очередной раз овердрайв. Наверное, это опять свой овердрайв. 30 киллов. Супер. Просто супер. Просто супер. И вот сейчас я реально вижу смысл в молоте. Я реально вижу потенциал в этой пушке. И может быть даже и с другими устройствами она будет сейчас показывать супер крутые результаты. Но то, что штурмовая кассета в такой мете и в такой силе, это, конечно, очень круто. Это очень дорогого стоит. И с такой уже, такой уже механикой и с таким балансом молота уже можно очень и очень хорошо показывать результаты в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Поэтому мой вам совет. Такой штурмовой кассете вы точно можете уже присмотреться. Кому интересно было это устройство, кто хотел его приобрести с командных контрактов, сейчас по ощущениям самое время его убрать и нагибать в рамках матчмейкинга. Пишите, что вы думаете по поводу обновленной штурмовой кассеты. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.